В целях достойной встречи и широкого всенародного празднования 27-летия образования вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины, повышения у населения чувства гордости за национальную армию. По всей стране с 15 декабря проходят военно-патриотические мероприятия. Они включают в себя масштабные акции, в том числе и с привлечением молодежи. Четыре дня в армии. И что такое жизнь по уставу, обед по расписанию, а еще испытания армейской службы на себе почувствовать пришлось. Когда еще такая возможность выпадет? А вот у этих юных ребят сбылась таки мальчишеская мечта. Узнать и что называется почувствовать на себе, что значит быть военным, сможет и не раз большинство мальчишек. И не только эта категория населения. На протяжении целого месяца, с 15 декабря по 15 января, независимо от возраста, местонахождения, рода, профессии, абсолютно все, от мала до велика, обязательно будут вовлечены в масштабную программу мероприятий по всей стране, по случаю даты. День защитников Отечества, как отмечают в оборонном ведомстве, обещают быть всенародным праздником. Атрибуты не заставили себя долго ждать и в праздничном оформлении улиц, площадей и мест проведения торжественных мероприятий, плакатами и стендами, посвященными 27-летию Вооруженных сил Республики Узбекистан. Тематические выставки и экспозиции в парках культуры и отдыха организованы в созвучной идее «Родина священа, ее защита – почетный долг». Эти вопросы включили в повестку дня встречи в столице с участием представителей Министерства обороны, партнерских организаций, руководителей военно-административных секторов. Конкретно и по существу разговор касался непосредственно каждого ведомства, на которое возложены задачи по исполнению предусмотренных в программе мер. На местах уже стартовали запланированные акции. Программа насыщена и охватывает огромное число участников. Помимо всевозможных встреч культурно-просветительской и военно-патриотической направленности, предусмотрены выезды в общеобразовательные школы, академические лицеи и профессиональные колледжи. Так называемые военно-патриотические караваны включают творческие конкурсы и спортивные соревнования, а также выступления с концертной программой военных оркестров и групп художественной самодеятельности. Стартовавшие мероприятия в столице и регионах продолжат работу патриотической направленности. В Ташкенте и областных центрах для молодежи будут организованы флешмобы. А вот так стартовали мероприятия в Андижане. И даже мороз ни по чем. Когда в сердцах горит огонь, а в душе любовь к родине. Что такое патриотизм, здесь знают не только из книг и тематических фильмов. Любовь к родной стране, говорят, и есть тот главный ориентир, согласно которому и строится дальнейшая жизнь. А в комментариях молодых всегда звучат слова от чистого сердца. Абсолютно все едино во мнении, что вовсе не обязательно быть военным, чтобы любить и уметь защищать родину. Это миссия каждого человека.